Здравствуйте дорогие друзья, гости, ну и конечно же подписчики моего канала, с вами Нистягин Олег. И сегодня непростое видео, сегодня мы будем разоблачать нашу школьную программу образования и покажу вам, насколько лживую информацию нам преподносят в школе. А к примеру, я возьму течение Мирового океана. Я нашел для вас вот такой вот ресурс небольшой, где объясняется, что такое течение Мирового океана, ну а также карты, а также открыл карту современную. Это уже карта, которая составлена с суперкомпьютерами, но это попозже, я вам объясню, что это за карта. Ну а пока давайте быстренько обновим нашу память, что же такое течение Мирового океана и зачем они нужны и как работают. Воды Мирового океана не стоят на месте, они находятся в постоянном движении. Их перемещение подчинено закономерностям, образующим океанические течения. И в этой статье мы расскажем, почему они возникают, в чем различается, что случилось бы, если бы их не было. Как реки текут по своему руслу, так и течения в океане движутся по своим маршрутам. Многие из них простираются на десятки километров в ширину и сотни метров в глубину. Океаническое течение – это поток водной массы, циклично перемещающийся в пространстве Мирового океана. По определенным маршрутам с определенной частотой. Причины возникновения океанических течений. Также далее классификация течений в Мировом океане. Дорогие друзья, мы не будем все разменять и зачитывать. Это скучно. А мы долистаем до карт, которые мы будем сравнивать уже с современной программой. О которой я вам в начале ролика говорил. Карта удивительная. Знаете, и для исследователей это просто клад. Ну а мы давайте сейчас более детально пока рассмотрим то, что нам рисуют в школьной программе. Запомним это и откроем нашу современную компьютерную карту. Вот как видите, вот так нам в школьной программе рисуют это все. Точку, отчеты, как говорится, Австралию, также Южная Америка, Северная Америка и Евразия. Посмотрите и запомните, какие здесь течения. Здесь показываются Перуанское течение, Южно-Пассатное течение, Австралийское, Восточное. Ну и как видим, здесь два вот таких вот кольца. Одно кольцо расположено между Австралией и Южной Америкой, а второе кольцо между Северной Америкой и Евразией. Ну что, открываем карту. Вот находим Австралию, а вот Южная Америка. Смотрим внимательно, есть ли вот такие вот кольца у нас. И как видим, таких колец нет. Еще раз показываю. Вот оно, это кольцо. Из течения Южно-Пассатное течение, Перуанское течение. Вот здесь закольцовка происходит. Вторая закольцовка по часовой стрелке, верхняя. А нижняя против часовой стрелки. И соприкасаются они вдоль экватора. Попрошу также запомнить это. Что здесь мы наблюдаем? Дорогие друзья, никаких колец мы не видим из-за кольцовок. Мы видим лишь одно гигантское течение, которое идет строго по экватору. Также и сверху мы никакой закольцовки не видим. Да, многие спросят, а что это я за программу вам показываю? Давайте я объясню, что же это за программа. Ссылочку я обязательно оставлю в описании, чтобы каждый мог исследовать и посмотреть, что это такое. Давайте откроем бокс и перейдем в описании этой программы. Так, нам Google переводчик перевел автоматически. Это не российская программа. Хотя можно и перевести и на русский. Так, зачитаю вам. Земля. Визуализация глобального прогноза погодных условий. Суперкомпьютерами. Обновляемые каждые 3 часа. Оценка течения поверхности океана. Обновляется каждые 5 дней. Температура поверхности океана. И аномалии от обновляемые ежедневно. Океанские волны. Обновляются каждые 3 часа. Аврора. То есть, скорее всего, это ветра. Обновляются каждые 30 минут. Так, ну тут просят приобрести произведение искусства в поддержку. Также можно посмотреть сообщество на фейсбуке. Автором является Кэмерон Беккарио. Что самое интересное, Google переводчик перевел. Вот в этом месте. Атмосферное давление примерно соответствует высоте. Несколько слоев давления представляют интерес с метеорологической точки зрения. Они показывают данные, предполагая, что Земля абсолютно гладкая. Ну, не знаю, может быть, абсолютно плоская они имели в виду, а не гладкая. Ну, не знаю, дорогие друзья, плоская или гладкая. Но я вам показал то, что здесь написано, предполагая, что Земля абсолютно гладкая. Я думаю, этот вопрос можно переадресовать каналу Германикус Максимус. Или канал Грешник, я думаю. Если кто-то подписан на их каналы, трубите им. Может быть, они что-то интересное найдут. Немного попозже я также выдвину небольшую гипотезу по теории плоской Земли. Но это немного позже. Так, здесь также описание. Как работать с этой картой, об океанских волнах. Рекомендую каждому самому почитать особенности этой карты. Здесь даже горячие клавиши. Ну и самое интересное это в конце, дорогие друзья. Вот здесь пишут, что выбрано для включения в коллекцию образовательных ресурсов, сети климатической грамотности и энергетической осведомленности. Клеан. Данные Геос-5, используемые на этом сайте, были предоставлены управлением глобального моделирования и ассимиляции ГМАО в центре космических полетов имени Годдарда НАСА через онлайн портал данных в центре моделирования климата НАСА. Карта эта очень интересная, дорогие друзья. Здесь не только можно океанические течения смотреть, но можно и волны смотреть. Можно смотреть и куда в данный момент ветер, ветра то есть дует, воздух, частицы, космос. Чего тут только нету, дорогие друзья. Очень информативная карта. Ну мы давайте поставим настроечки на океан и течение. Ну а пока перейдем опять к нашей старой карте, к школьной программе. Как видите, то что никаких совпадений с реальностью здесь нет. Ну а теперь далее, давайте следующую карту посмотрим. Здесь она немножко побольше, в экран не влазит, но давайте снизу начнем. Вот здесь, как видим, между Антарктидой и Южной Америкой проходит течение западных ветров. А также идет развилочка, которая плавно разделяется и идет в сторону Африки. То есть закругляется и возвращается опять. А вот здесь также развилочка на Южно-Пасадное Гевианское течение. Давайте откроем карту. Посмотрим между Южной Америкой, то есть Антарктидой и Африкой. Ну и как и ранее говорил, опять не совпадение, дорогие друзья. Где это кольцо? Нам сейчас явно показывали то, что течение проходит именно вот так. Дальше идет развилка, ударяется о берега Африки, закругляется и возвращается назад. А здесь что мы видим? Совсем другие направления, не правда ли, дорогие друзья? Вот опять неувязочка вышла. Давайте дальше. Поднимемся немного выше. Посмотрим океанические течения в северном полушарии. Между Северной Америкой и Евразией. Как видите, выше экватора начинается северное пасадное течение Гольфстрим, которое переходит в Атлантическое, Норвежское и вдоль Гренландии, то есть спускается холодное течение. Попрошу запомнить, с двух сторон Гренландии спускается холодное течение. Оно так и называется Гренландское. Запомнили? Открываем карту. Поднимаемся наверх и что мы видим? Опять не то. Давайте начнем с Гренландии. Вот здесь включил анимацию, опять перейдем назад, еще раз посмотрим. То, что с одной стороны, то есть сверху проходит течение, и с другой стороны, Лабрадорское. А здесь совсем по-другому, дорогие друзья. Здесь Гренландское течение огибает нос Гренландии, то есть мыс. Я так называю носом, потому что Гренландия похожа на голову собаки. Вот в этом месте течение разворачивается и идет вдоль Северной Америки. Вот это вот компьютерная карта, которая показывает реальное течение. Запоминайте, дорогие друзья, куда они ведут. Красным цветом это течение, которое проходит с большей скоростью. То есть холодное с меньшей. Вот так течение идет вдоль Северной Америки с Мексиканского залива. Вот так она заходит в Мексиканский залив. Поворачивает, выходит и идет в сторону Евразии. И закручивается, и пропадает. Дальше. Давайте еще одну карту откроем. Индийского океана. Австралия и Африка, только с другой стороны. Запоминаем. Муссонное течение и Южно-Пассатное течение. Сомалийское течение. Что мы видим? Опять ничего не совпадает, дорогие друзья. Ну что такое? Что же за школьная программа такая? И чему больше верить? Вот таким вот картинкам и гневным учителям? Или все-таки поверить современной компьютерной карте? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну ладно, написали. Давайте дальше. Что я необычного здесь заметил, дорогие друзья, в этих течениях? Во-первых, то, что основная масса всех течений, то есть, или глобальное течение, проходит строго по экватору. Вот посмотрите. Строго по экватору, дорогие друзья. Идет в одном направлении. Идти в одном направлении. Да, есть вот такие вот отросточки небольшие. Но это от того, что, скорее всего, ударяются о берега континентов, то есть, поворачиваются, разворачиваются. Очень любопытно также, как эти течения, к примеру, появляются вот в таких вот местах, где вот рядом с Африкой. Такое ощущение, что прямо из-под континента эти течения начинаются. Не правда ли, дорогие друзья? К примеру, как в этом, отлично видно. Со стороны в Африке, Африке оно отходит, ударяется в Америку, и здесь закручивается и пропадает. Дальше, с другой стороны, оно продолжается. Да, где-то закручиваются, какие-то ворачиваются назад, но основная масса воды идет строго по экватору. Вот здесь, выше Австралии, так же, как видите, то есть, отмечено красным, это самые быстрые океанические течения. Непонятно, почему именно в этом месте, самые быстрые, они должны быть, наоборот, я так думаю, острова все эти, загасить все течения. А мы видим здесь, наоборот, самые сильные морские течения между островами. Также самые сильные течения происходят вдоль материков. А вот здесь такое ощущение, что, знаете, вода просто в трубу какую-то сливается. Посмотрите, гигантская скорость. Вода уходит под континент. Фантастика. И выходит с другой стороны. Вот здесь тоже, смотрите, выход какой. Это получается под континентами у нас огромной полости. Как через Африку, вот сейчас я вам показал так же. Через Америку. Здесь, скорее всего, часть воды или отбивается, или просто здесь какое-то обрушение, может быть, произошло. Поэтому в этом месте, знаете, не такое уж сильное течение. Это первое кольцо необычное. Ну, а второе кольцо, оно проходит вокруг Антарктиды. Да, дорогие друзья. Вот такое вот второе кольцо интересное. Истечение, как видите, проходит между Австралией и Антарктидой. Дальше вдоль берега, между Южной Америкой и Антарктидой. И Африкой. Это еще одно кольцо. Но, по идее, должно быть третье кольцо. Как нам говорят, то, что они идут в разных направлениях. Но, дорогие друзья, вот в этом и загадочка. Я вам показал три кольца. Два кольца, вернее. А третьего не существует. Может быть, нам, знаете, вот этими баснями, загадками о Южном полюсе, пытаются отвести наш взгляд от Северного полюса. Посмотрите внимательно. Здесь даже программисты не нарисовали океан. Ни одного течения нет. Вот как такое может быть, дорогие друзья? Везде есть течение, а в этом месте нет. Просто черное поле. А также, если внимательно смотреть, то такое ощущение, что от этого поля черного, где якобы не доделано, все течения отбиваются. Вот как такое может быть, дорогие друзья? На Северном полюсе нету течений. Нету такого кольца, как, к примеру, на Южном полюсе. Почему нету таких вот гигантских, огромных течений, как в Южном полушарии? Знаете, если по теории плоской Земли развернуть эту карту, то получается у нас первое кольцо течений проходит, получается то, что по внешнему кругу течение проходит вдоль Южного полюса против часовой стрелки, а внутренний круг уже по часовой стрелке. Ну а для Северного полюса по Азербатальной карте у нас и места не хватило для разнообразных течений. Не правда ли, дорогие друзья? Может быть, поэтому на глобальной карте и не существует течений, которые находятся рядом с Гренландией. Как вы думаете, дорогие друзья? Пишите в комментариях. Давайте откроем гугл-карту и посмотрим Северный полюс. Почему в этом месте нету никаких течений? Странно. Океан есть, а течений нету. Вернее, море Бофорта, восточнее Сибирское море. Ну тут огромное количество морей. Вот она, эта собака. Нос, как я вам и ранее показывал, течения идут вдоль Гренландии, огибают и дальше по кругу спускаются вдоль Северной Америки. Вот в этом месте уже не показывают нам то, что есть какие-то течения. Также не показывают именно вот это место. То, что не существует якобы там каких-то течений. Ну и как обычно странно здесь вот такая вот склеечка. Такая же, как и на Южном полюсе. Такая вот стяжка. Что это за стяжка? Непонятно. Панорама Арктик-Океан. Арктический океан. Да, странно. Почему бы просто в этом месте не создать новое океаническое дно? То есть, по-нормальному, без всяких стяжек. Почему нету течений в этом месте? Странно. Очень и очень странно, дорогие друзья. Может и вправду сказками о Южном полюсе, о таинственности пытаются отвести наш взгляд именно от Северного полюса. Может быть, здесь земля какая-то находится. Давайте посмотрим старые карты. А на этом я думаю закончить этот видеоролик. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok